Здравствуйте и добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков. Добрый вечер. Закончил заниматься сейчас очередной своей группой и хочется снять небольшой ролик о том, чем я занимаюсь со своими клиентами, что такое когнитивно-аналитическая и когнитивно-поведенческая психотерапия в действии, в чём эксценциальный философский смысл этой психологии. Постараюсь поделиться сегодня парочкой метафор о том, что это, как это и с чем это. Буду рассказывать о двух вещах, не о ВСД, не о панических атаках, потому что о них вы уже посмотрели достаточно много. Хочу вам сегодня рассказать о двух аспектах, которые напрямую относятся к самой терапии, того самого мировоззрения, о котором мы говорим в нашей работе. Во-первых, давайте кое-что освежим в памяти. Что основная идея заключается в том, как вы интерпретируете обстоятельства, начиная от вашего вегетативного дискомфорта, заканчивая обстоятельствами реальной жизни. Но сегодня я не буду об этом, я хочу рассказать следующее. Часто случается так, что люди, занимаясь с психологом, занимаются с психологом, они подписаны на все интернет-форумы, на все интернет-паблики, читают даже много книг. Порой это психотерапевты, которые читают очень много литературы и неминуемо ей хвастаются. Со словами, типа, посмотрите, какой я умный, я много прочитал. Я хочу кое-что рассказать о том, что является терапевтическим эффектом или процессом. Вот представьте себе, что у человека есть убеждение о том, как люди должны себя вести, о том, как он должен себя вести. Ну, например, я не должен разочаровывать своих зрителей. Или люди должны быть справедливыми. Или мои зрители должны высказывать одни только комплименты. Или я не должен показаться смешным и глупым своим зрителям канала. Или если кто-то подумает о том, что я какой-то смешной и странный, это ужасно и такого быть не должно. Или я всегда должен выглядеть идеально. Если у меня что-то не так, то я какой-то странный. И прочие убеждения, которыми занимается когнитивная психология. Вот я условно вам привел пример, что вы полны таких убеждений к себе, к людям и к миру. Более подробно мы этими убеждениями занимаемся, работая либо в группе, либо индивидуально, либо в когнитивно-поведенческом аспекте в целом. Вот у вас есть такие убеждения. Это ваше мировоззрение. Вы так возреваете на мир. Вы наполнены этой философской категорией. Как люди должны жить, как вы должны и неприемлемо. Вы считаете, что ваше убеждение – это ваша ценность. Например, неврастыники считают, что если он предъявляет к себе постоянные требования быть самым лучшим и эффективным, со всем справляться, то именно эти требования приведут его к миллиону долларов, и все будут им гордиться. И наконец-то папа скажет, ну наконец-то сын, я понял, что был всю жизнь неправ. Или дочь говорит, я должна быть для всех хорошей, всем подакивать, и там одно место, потому что только тогда они будут меня любить, и меня не бросят, и я наконец-то скажу, и мне скажут, что я молодец. Вот все эти вещи называются стратегией или убеждением. В любом случае, это то мировоззрение или то дерьмище, проще говоря, которое и приводит вас, то есть это у вас в голове, это ситуации, вот это, это ситуации. Они попадают в вашу голову, окрашиваются через это дерьмище, и на выходе получаются эмоции и ваше поведение. Но поверьте, как оно окрашено, такой результат. Поэтому то, что у моих клиентов тревога, беспокойство, депрессия, паника, это естественная и логическая закономерность того, как они окрасили какие-то свои жизненные ситуации с мужем, с женой, с дочерьми, с сыновьями, с работой. Вот вы как их окрасили, такой результат вы и получили. Теперь смотрите самое интересное. Многие из вас подписаны на всякие паблики, форумы, читают, смотрят мои видео, смотрят видео многих блогеров, читают книги и считают, что им становится легче. Чушь полнейшая. Объясню. Если вы наполнены вот этими убеждениями, этим мировоззрением, пересмотрите весь канал Невроза Мегаполиса. Перечитайте сотню книг. В канале Невроза Мегаполиса вы увидите знания. Работая со мной лично, платя 2500 в час или 5000 в месяц за группу, придя ко мне на очный семинар, вы будете получать знания. И что будет, если я, читая книги какие-то умные, читая много форумов и интернет-пабликов, вы делаете следующую ошибку. Вы делаете примерно вот так. Ну вот вы прочитали много книг, посетили мой семинар, занимаетесь у меня в группе. Говорите, умные вещи чувак говорит, а там вот еще 25, там еще книг я прочитал. Максимум, что вы сделали, это разбавили свой словарный запас более обширным словарным запасом и, возможно, что-то даже поняли. Но разве что-то изменилось? Нет. Как пахнет, так и пахло. Просто это стало более разбавлено. Менее интенсивный цвет, менее продуктивно в чем-то, но в целом хрень. В чем ошибка? Ошибка в том, что вы можете учитаться книгами буддизма, философии, когнитивной терапии, никакой там психоанализа, посещать все. Знаете, есть на каждом семинаре, когда приезжаю, на каждом семинаре есть такие странные люди, которые ходят на все семинары. Вот на все. Но у них ничего в жизни не меняется. Начиная с семинара по бизнесу и саморазвитию, заканчивая холотропным дыханием. Ни хрена в их жизни нового не происходит. Потому что они примерно делают это. Вы смотрите мой канал, вы читаете книги, вы делаете это. Вы делаете главную ошибку. Вы разбавляете свое дерьмище ввиду ваших убеждений и вашего мировоззрения и того, что для вас является главным в жизни. Вы просто разбавляете. Главное сделать следующее. Если вы хотите считать формы правильные, если вы хотите получать от меня информацию, вам надо отказаться от того, что у вас внутри, переосмыслить и понять, что пока вы не откажетесь и не выльете то дерьмо, в которое вы верили, все новые знания, которые вы будете читать или получать на семинаре, не будут ничем новым. А вот если вы от них откажетесь, то ваши новые знания от ваших тренеров, наставников, терапевтов, книг и даже порой два-три паблика в интернете, вы удивитесь, как вы будете наполняться результатом и знаниями. Поэтому главную ошибку, которую вы делаете, вы разбавляете свои знания путем книг и пабликов, не отказавшись от того дерьма, который вас привел к тому состоянию, в котором вы находитесь. Задача вашего покорного услуги заключается не в том, чтобы вам что-то умное сказать, а в том, чтобы вы освободились от того старого дерьма, которое вас ко мне привело. А умное вы себе сами скажете. Вы сами себе скажете, умное, сами выберете, что почитать, сами это поймете и сами наполнитесь теми новыми знаниями и качествами, которые почитаете нужным. Я вам ничего умного не буду впихивать. Я не Всевышний, Всевышний, чтобы говорить, что вам надо, а что вам не надо. Моя задача найти то дерьмище, которое вас привело ко мне, помочь от него отказаться, а дальше вы заполнитесь новыми, чистыми выборами и знаниями, и управлениями вашими эмоциями, и вы не будете тревожны, депрессивны, злые, не будете чувствовать вину. Будете чистыми, настоящими людьми. Вот об этой ошибке я вам хотел сегодня рассказать. Невроза Мегаполиса, Красиков Алексей, спасибо, увидимся, пока. Субтитры сделал DimaTorzok